Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Черневская. 170-летию со дня рождения писателя Гарина Михайловского посвящается. В библиотеке имени Крупской пройдет целый цикл мероприятий, приуроченных к этому событию. Это и открытие документальной выставки «Во все стороны. Талантливый человек» и театрализованная композиция «Семейные истории» в постановке Муниципального театра «Самарская площадь». Подробнее об этих и других проектах я говорю сегодня с Оксаной Владимировной Носыч, методистом СМИПС «Самара». Здравствуйте! Здравствуйте! Очень рада вас приветствовать. Закончилось лето, началась жизнь, как и школьная, и библиотечная, и театральная, и музейная, и можно продолжать бесконечно. Так давайте начнем все-таки с новостей, с которыми вы пришли сегодня поделиться. Анонсируйте вот те яркие события, в ожидании которых сейчас находятся вы и ваши коллеги. Дорогие друзья, наши слушатели, я рада вам сегодня рассказать о таком ярком, необычном, очень интересном событии, которое пройдет 9 сентября в Центральной городской библиотеке имени Крупской по адресу улицы Маяковского, 19. Мы приглашаем всех граждан города поучаствовать в этом ярком событии. Событие это приурочено юбилею 170 лет со дня рождения писателя Гарина Михайловского в рамках празднования Дня города, поскольку не секрет, что Гарин Михайловский связан и очень тесно связан с историей Самарской губернии. А может быть для кого-то и секрет, Оксана Владимировна, расскажите вообще поподробнее об этом писателе. Ведь он родился в Самаре, да, и, как вы сказали, состоялся как писатель в Самаре. Поэтому, ну чем же уникален именно вот Гарин Михайловский? Гарин Михайловский у нас, на самом деле он происходит, вот многие ассоциируют его с Самарской губернией, что он и родился в Самарской губернии, действительно такое мнение существует. На самом деле родился он и в семье дворян Херсонской губернии, и вся его жизнь, она связана с его инженерной деятельностью. Мама его происходила из сербского рода. Этот человек на примере своей семьи, своей деятельности, такой обширной, практически на просторах всей нашей Родины, его деятельность отразилась в его произведениях. Поэтому писатель Гарин Михайловский, инженер Гарин Михайловский и путешественник Гарин Михайловский – это все один человек. И вот такой культурный необычный симбиоз мы хотим показать нашим слушателям, нашим гражданам города. И Гарин Михайловский известен широкому кругу читателей, в общем-то, благодаря детству Темы. Вот его известные части, на самом деле, это тетралогия, состоит из четырех частей. Первая часть – детство Темы, вторая – гимназисты, далее – студенты, инженеры. Как вы уже заметили, это путь взросления молодого человека, со всеми проблемами, со всеми вопросами и нюансами. И в то же время его произведение – это история семьи. История и его семьи. У него было много детей, и некоторые из его рассказов прямо-таки посвящены историям семейной жизни. Он даже как-то говорил, что его произведения взяты из жизни, что он ничего не придумывал, не сочинял. Жизнь его связана была очень тесно с Петербургом. В общем-то, там же, собственно, он был похоронен. В Самарской области он оказался, в Самарской губернии на тот момент, оказался связан, поскольку у него было здесь поместье. Он познакомился со своей супругой Надеждой Валерьевной Чарыковой, из рода Чарыковых, дворянского рода, дочь минского губернатора. Опять вы видите Минск. Мы говорим сейчас практически о всей России, о всем нашем пространстве. И они приобрели здесь имение в селе Гундаровка, Бугрусланского уезда. И несколько лет он занимался, он отошел немного от своей инженерной деятельности. Он занимался как раз-таки сельским хозяйством, он занимался различными социально-экономическими экспериментами. Он помогал крестьянам. Его жена очень большой вклад носила в лечение и обучение крестьян. Действительно был человек, интеллигентный человек, преданный своему делу, очень честный, благородный, который очень много средств потратил, кстати, на благо общества. И его инженерная деятельность, безусловно, внесла огромный вклад в развитие нашей Куйбышевской железной дороги. Поэтому в рамках нашей выставки будут представлены уникальные экспонаты, которые нам предоставил Музей истории Куйбышевской железной дороги. Вы увидите уникальную книгу, я не побоюсь в это слово, уникальную, это настоящие чертежи Гарина Михайловского, поскольку он занимался изысканиями. Он был инженером, дороги он не строил, но он прокладывал пути. И пути он прокладывал и в нашей губернии, это Самар-Златоустская железная дорога, он участвовал в изысканиях. Это участок Уфа-Златоуст, а этот участок был очень важен, поскольку это первый пункт знаменитой Транссибирской магистрали. Но это говорит о том, наверное, что он был талантливым инженером, раз сохранились вот такие серьезные архивные документы. Ну а, как говорится, талантливый человек талантлив во всем, он был еще и талантливым писателем. Совершенно верно, поэтому документальная выставка и называется «Во все стороны талантливый человек». Так о нем говорили современники, он был знаком со многими выдающимися писателями своего времени. Именно в Самарской губернии сложился как писатель. Здесь созданы знаменитое детство Темы его, здесь созданы также его произведения «Несколько лет в деревне», которые получили очень большую, очень высокую оценку в Петербурге, в Москве, в писательских кругах. Публиковалась она в журнале «Русская мысль», а вот в детстве Тем публиковался уже на Самарской земле в журнале «Русское богатство». Он был совладельцем этого журнала в дальнейшем. И, в общем-то, он здесь, можно сказать, родился как писатель. Его узнали в столице как писателя. Ну хорошо, а чем же сегодня этот писатель актуален для современного читателя? Дело в том, что Гарин Михайловский часто воспринимается как детский писатель, поскольку известен он благодаря вот этой трогательной истории Темы и Жучки. Это действительно история о мальчике, о его взрослении и о его пути, так скажем, да, и психологических вопросов, которые он тогда решал. Но дело в том, что он создал большое количество произведений, ведь собрание сочинений Гарина Михайловского – это пять томов. И очень много рассказов из жизни. Когда он ездил в составе своей, если сказать, этой группы и прокладывал новые пути, в том числе, кстати, город Новосибирск во многом обязан тому, что там образовался этот город, поскольку он тоже участвовал в изысканиях. Есть сейчас даже новые документы, которые подтверждают это, хотя это обсуждалось неоднократно на самом деле. У нас на подключении также будет библиотека имени Гарина Михайловского из Новосибирска, которая расскажет о том, насколько город связан с именем этого писателя. И когда он путешествовал и занимался изыскательской работой, прокладывал пути, то он и писал. Он писал свои рассказы по воспоминаниям, писал также буквально с натуры. Многие его рассказы прямо-таки заглавлены карандашом с натуры. И в своих изысканиях, в своих поездках он добирался до самых разных уголков нашей страны. Опять же, хочу обратить внимание на то, что деятельность Гарина Михайловского как писателя, она настолько гармонична сочетается с его инженерной деятельностью, с его профессиональной работой, что отделить одно от другое бывает крайне сложно. В этом, собственно, и состоит уникальность этого писателя. И он прокладывал дороги и в Крыму в том числе. У нас будут крымские коллеги на подключении. Это музей Пустовского, музей Грина. Они нам тоже расскажут о своем отношении к Гарину Михайловскому, насколько в Крыму помнят. Вы знаете, шоссе Севастополь-Ялта. Вот кто ездит по этому шоссе, должны знать, что на нем расположена как раз памятная такая мемориальная плита, посвященная Гарину Михайловскому, что, собственно, переполняет нас гордостью в какой-то степени. Согласитесь, это интересный факт. И сама Златовская дорога, и его путешествия также кругосветные. Он еще и путешественник, блестящий мастер путевых очерков. И в том числе он открыл, он открыл действительно фольклор Северной Кореи. Поскольку он путешествовал в составе экспедиции Звегинцева, его пригласили вместе поучаствовать в ней, он согласился и исследовал север, вот эти районы у вулкана Пиктусан, он написывал это, отразил в своих путевых очерках путешествия по Лиадунскому полуострову, по Корее, Маньчжурии, там целая совокупность этих очерков. И эта книга сейчас опять к радости нашей библиотечной издана. Замечательное новое издание, вы можете познакомиться тоже с ней, взять, почитать. Поэтому приглашаю ознакомиться с этими интересными произведениями. И записал корейские сказки. Это тоже очень ценный был вклад, поскольку до Гарина Михайловского этот район был практически закрыт от европейцев. Записал от первоисточника? Совершенно верно. У него были переводчики с корейского языка, и он записывал буквально у этих старцев корейских все эти рассказы. И в Европе тоже до этого это не публиковались они. И потом уже они стали известными, потому что работы Гарина Михайловского переводили за рубежом. Оксана Владимировна, хочется спросить вас о чем, как и почему пришла идея выставки? Идея выставки пришла не только потому, что этот год юбилейный. Гарин Михайловский действительно писатель, который имеет очень большое значение для истории Самарского нашего края, безусловно. Но также и потребностью в освещении малоизвестных фактов. Согласитесь, многие писатели, которым принадлежит Гарин Михайловский, остались в тени. Это люди, которые внесли колоссальный вклад в развитие общества и государства. Ведь Гарин Михайловский всей своей деятельностью подтверждал одно – преданность отчизне. И, собственно говоря, он был человеком передовых взглядов и человеком прогрессивным, так скажем, как раньше выражались, человеком сострадательным и таким меценатом, можно его тоже назвать. И, безусловно, человеком, который экономил средства, и на благо экономики, то есть работал Россией в том числе. Это очень важно. То есть он как общественный деятель очень значим. И когда он публиковал свои рассказы в журнале «Затем русское богатство», ведь он привлекал этот журнал его не только потому, что там можно было печатать произведения литературные, а изначально этот журнал «Русское богатство». О каком богатстве он говорил? В журнале было много статей, посвященных сельскому хозяйству, различным технологиям и новшествам. И он как инженер, конечно же, и как человек таких передовых взглядов, он был всему этому открыт. И он хотел это все внедрять. Он хотел, чтобы Россия продвигалась, чтобы в России крестьянство в том числе, ее сельское хозяйство становилось на новый такой технологический путь развития. Сейчас это очень актуально. Но потом, чтобы вы узнавали об этих достижениях, верно, да? Безусловно. Поэтому Галина Михайловская, с одной стороны, известна человеку по детству тюма, с другой стороны, абсолютно неизвестна широкому книгу читателю, обывателю как раз-таки своей вот этой деятельностью. И она же отражается в его произведениях. И семейные истории, они занимают у Галины Михайловского, конечно, очень важную часть его творчества, поскольку он любил свою семью, он был действительно очень любящим отцом, он любил всех своих детей, у него было очень много детей. И, кстати, потомки двух его дочерей, Ольги и Адлаиды, будут как раз у нас в гостях. Так что я... Вы пригласились? Да, да, да. Вы пригласили их, как вы с ними связались, как они вообще откликнулись на ваше предложение? Они с удовольствием откликнулись на наше предложение. Где живут они? Они из Москвы к нам приедут. Правных писателя Максим Павлович Сырников многим известен как телеведущий на канале «Спас». Ведет рубрику «Монастырская кухня». Он блестящий кулинар, очень интересный человек, который прекрасно может поддержать беседу на различные темы, тем более история далиционной России, история кухни российской и в целом общественной. Это как раз его очень такой конек. О чем еще узнают посетители на выставке? На выставке посетители смогут увидеть редкие архивные фотографии, фотографии, семейные фотографии, которые нам предоставил Самарский литературный музей имени Горького. Мы очень благодарны коллегам на то, что они откликнулись и предоставили нам их. Фотографии детей очень трогательные, фотографии девочек очень красивые, очень добрые и создающие такое визуальное полотно присутствие. Когда они на вас смотрят со стен библиотеки, у вас такое впечатление, что вы находитесь в семье, практически вы зашли в дом. Там будут экспонаты, в том числе модель паровоза той эпохи будет стоять. Особенно интересно будет, я думаю, подросткам и детям посмотреть, потрогать. Там будут документы, там будут, в том числе, рукописи. Нам предоставили копии рукописей, писем Галины Михайловской, Центральный государственный архив Самарской области. Тоже уникальные документы. Выставка будет расширяться, то есть она пройдет, но документы будут пополняться. То есть она будет в течение этого года следующего действующей на различных площадках библиотек нашей системы, Самарской муниципальной информационно-библиотечной. И, соответственно, жители города могут знакомиться в разных районах с этим замечательным материалом. Ну, не только знакомиться, а как минимум можно провести еще и классные часы для школьников, чтобы более подробно познакомиться с этим замечательным писателем. И вот провести, да, такие ознакомительные мероприятия, может быть, устроить какие-то открытые читки. Да, сейчас очень много различных таких мастер-классов проходят в библиотеке с привлечением, в том числе и артистов театра. Но об этом сейчас мы поговорим попозже. А 9 августа, как вам известно, во всем мире отметили Международный день книголюбов. И, как выяснил наш корреспондент, читать книги в нашем городе любят как взрослые, так и дети. Если подростки выбирают произведения по школьной программе, то взрослые предпочитают новинки или перечитывают то, с чем ознакомились в юности. Из современной Самарской библиотеки. Репортаж моего коллеги. В семье Карапетян печатные книги читают взахлеб, поэтому для экономии семейного бюджета записались в библиотеку. Мама Лиана этим летом прочитала бестселлер «Унесенный ветром» Маргарет Митчелл. Дочь Вероника поставила себе более сложную задачу – освоить весь список литературы по школьной программе, который задали на лето. До начала учебного года нужно успеть прочесть Тома Сойера Марка Твена и Алая Паруса Александра Грина. Младшим братьям берет сказки «Русские и зарубежные». Замечательная библиотека. Глаз радуется от количества литературы, в том числе и зарубежная привлекает. И я беру и для младшего запуск речевой, речевого развития. Поэтому все есть для всех категорий, а читателя здесь все есть, любая литература. Поэтому мы с удовольствием сюда приходим. Периодически я специально беру поменьше книг, чтобы мы в следующий раз пришли еще, еще, еще. Старшее поколение удивляется сегодняшнему разнообразию и доступности литературы. Галина Якличева родом из деревни. Тогда в местной библиотеке было всего около сотни книг, которые зачитывались до дыр. В современной Самарской библиотеке можно найти и раритет, и новые произведения. Книги Галина Якличева читает всей семьей. С внучкой потом любит обсуждать прочитанное. Мы дома вместе читаем. Бывает, она читает, я слушаю. И потом она уже... Мы видим, что в мультике там другое, а в книжке там намного больше. Центральная городская детская библиотека на аэродромной 16А была полностью переформатирована по национальному проекту «Культура» два с половиной года назад. Теперь это книжный лабиринт. На полках около сотни тысяч произведений. Разнообразные тематические зоны. Скучать не приходится. Библиотека не просто место книгохранения и чтения в тишине. Это место общения и творческого развития. Все пространство библиотеки сделано в формате книжной кругосветки. То есть у нас весь дизайн, все это выполнено в таком формате, относящемся к национальному парку «Самарская лука». Вот, например, у нас старший абонемент – это Молодецкий курган, младший абонемент – это Песочный город, игротека – это Остров Зелененький, медиатека – это Золотая пещера, конференц-зал – это у нас фестивальная поляна, и мастерская – это задельная. В ходу по-прежнему фантастика и детективы. Кроме классической книги – популярны комиксы. Из новинок – цифровой формат 4D. То есть рассказ без текста, только одни картинки. Из авторов пользуются большой популярностью Михаил Шолохов – Тихий Дон, Эрих Мария Ремарк – Три товарища, Джоан Роулинг – Гарри Поттер, Нарине Абгарян – Манюня и, конечно, Александр Пушкин с его сборником сказок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА История его фактов и личной биографии в той или иной степени интерпретирована, так или иначе, это так. История его детей, опять же, подчеркиваю, он очень любил детей. И семейные истории сейчас, в общем-то, очень актуальны, на наш взгляд. Мы выбрали именно эту тематику, поскольку семья – это, наверное, самое главное, что есть у человека. И Гаррина Михайловскому удалось блестяще, психологически тонко, выверенно рассказать о различных нюансах отношений. Отношения детей с отцами. Это одна из таких, в общем-то, краеугольных камней в творчестве писателя Гаррина Михайловского, в частности, в детстве Темы. Ведь вы знаете, что детство Темы заканчивается тем, что Тема, уже повзрослевший, окончивший второй класс гимназии, наконец сближается с отцом. Он понимает его лучше, чем когда бы то ни было. Это и отношение отцов к детям непосредственно. В основе этих рассказов положена история о семейных парах, об их отношениях, об их радостях жизни. Вот один из рассказов, так он называется, который лежит в основе обстановки «Радости жизни», «Счастливый день», второй рассказ, который нам говорит о чудесном спасении жизни, по сути, одним отцом, который смог таким образом и жене помочь, и спасти ребенка от гибели. Очень трогательный и, согласитесь, совершенно неизвестный сюжет для читателя. Это и рассказы «Адочка», это рассказ «Вероника», в которых мы видим имена его дочек. Как это будет все происходить? Это будет какой-то отдельный проект, куда стоит пригласить жителей города Самары и гостей в том числе, либо это будет все одновременно проходить на выставке, может быть, в отдельном зале? Расскажите о реализации как раз вот этого проекта и как вот именно эта задумка вольется в большой проект, в цикл мероприятий, посвященный 170-летию. 9 сентября у нас пройдет три таких крупных мероприятия и также читка и обсуждение его произведения «Детство Тема». Фрагментов, которые у нас пройдут с подростками, которые смогут, может быть, по-другому взглянуть и на свою жизнь как-то, да, понять, как же жили традиционные мальчики и девочки, какие у них были проблемы и этапы взросления. И три крупных наших события – это, безусловно, документальная выставка, ее открытие, презентация, экскурсии по ней. Второе наше крупное событие – это круглый стол с участием спикеров из разных уголков нашей страны. Это подключатся им специалисты-филологи из Москвы, Московского, Минагогического. То есть это онлайн будет мероприятие, да? Это будет в смешанной форме, будет онлайн и офлайн с участием как наших специалистов из Самары, так и иногородних. Это специалисты по библиотечной работе, журналисты, историки, музейные работники и библиотечные, конечно же, как я уже сказала. Из Кемерово к нам тоже подключится Евгений Владимирович Боровиц, который нам расскажет об очень интересном и таком факте о потомках Гарина Михайловского в зарубеже, с которым он тоже встречался. Так что у нас очень такая программа насыщенная, и которая вечером завершится таким семейным спектаклем с музыкальным сопровождением, музыкой, которая звучала как раз в годы Гарина Михайловского, которую он слышал. У него есть любимая тоже мелодия, которую вы услышите там. Это был человек широкой души, это был человек эмоциональный, и все это отразилось в его произведениях. И мы хотели, чтобы жители города узнали его с этой стороны. Ну, то есть можно целый день провести с творчеством Гарина Михайловского. Но вот скажите, пожалуйста, вы сегодня так подробно и с такой теплотой рассказываете об этом писателе. Ну, а вообще жители Самары, читатели, которые постоянно ходят в библиотеку, знакомы с ним, любят его творчество, берут его книги читать? — Вот тут очень хороший вопрос вы задали. Поскольку Гарин Михайловский, например, в школьной программе очень часто отражается, именно его первая часть тетралогии «Детство Тёмы». Ну, максимум гимназисты, то есть можно дочитать до конца. Он известен этим своим произведением. Но с точки зрения остальных рассказов, можно сказать, что это подзабытый писатель. Он также писал пьесы, о которых мало кто слышал. И действительно, хотелось бы открыть имя этого человека для читателя и для жителей. Действительно, такой вопрос существует. «Детство Тёмы» пользуется популярностью. Действительно, история о Тёме и Жучке, на которой воспитано не одно поколение наших читателей, в общем-то, известно широко. В том числе, в рамках этих мероприятий, хотелось бы обратить внимание, будет также визит непосредственно к памятнику Тёму и Жучке. Вы знаете, да, скульптурная композиция детского театра «Театр кукол Лукоморья» состоится. Поэтому у нас такой насыщенный день. Всё это в рамках 9 сентября. И визит родственников Гарина Михайловского к нам в библиотеку. И, конечно же, мы надеемся, что серия наших мероприятий, это событие в рамках Дня города произведёт впечатление на слушателей-читателей и поспособствует тому, что, в общем-то, люди узнают его ближе и захотят познакомиться поближе с его творчеством. Поскольку факты остаётся фактом, пока вы не узнаете, не услышите, пока не покажут, не познакомят иногда с творчеством писателя или, например, с обстоятельствами его жизни, то у человека не возникнет желания. Правильно? Откуда наши желания? Потому что мы что-то видим. Мы находимся под каким-то впечатлением приятным. Поэтому вот это впечатление мы хотим сказать. Завоевать интерес, я бы вот уточнила здесь, и завоевать внимание читателя именно к этому писателю, но вот всё же, что бы вы порекомендовали почитать из Гарина Михайловского? Безусловно, его рассказы, кроме тетралоги, о которой я уже говорила, это, безусловно, его рассказы. У него есть очень трогательные рассказы, например, «Не от мира сего», «Сочельник в русской деревне», который нам даёт очень яркое представление не только об обществе, но и о моральной стороне жизни человека. Это, безусловно, истории, о которых я уже говорила, которые будут участвовать у нас как часть постановки театра «Самарская площадь», и, безусловно, его очерки путевые. Опять же, по Кореи, Маньчжури и Ледунскому полуострову, в которых отразилось не просто его впечатление как этнографа, как географические какие-то заметки, а отразилось также и отношение к людям, восприятие, опять же, чужой культуры через свою собственную. Поэтому Гарин Михайловский – это человек как раз очень такой многогранный. Лёгкий слог, читать его легко, интересно, потому что познавательно – это понятно, и очень много каких-то новых вещей именно в современных реалиях можно почерпнуть из его произведений. Но вот какой он, писатель Гарин Михайловский? Гарин Михайловский, на удивление, писатель лёгкий. Лёгкий, динамичный. Когда он начинает читать его рассказ, создаётся впечатление, что нет ничего лишнего, никаких особых отступлений, которые отвлекают от сюжета. Поэтому я бы даже сказала, что драматург бы из него вышел прекрасный. Кстати, собственно, он и пробовал себя как драматург, он создал две пьесы, которые в своё время, возможно, не были так замечены и отмечены, так скажем, критиками. Но дело в том, что он умер в 54 года, и умер он как раз-таки во время создания и прослушивания своей пьесы «Подростки». Жизнь его была достаточно сложной, человек был эмоциональный. Возможно, что если бы он не ушёл так рано, он бы создал ещё немало интересных, в том числе и с точки зрения драматургии, произведений. То есть действия, активные действия, очень чёткие, очень глубокие эмоциональные, психологические картины, которые он нам рисует, он увлекает. Действительно, необычно он увлекает. Поэтому я вот советую всё-таки слушателям взять и попробовать почитать его рассказ. Скажите, а недостаточное количество в библиотеках Самары? — Гарин Михайловский издавался, есть пятитомник 1957 года, затем он перездавался различными частями его сочинений в различных сборниках. Чаще всего это тетралоги, поскольку она задействована была в рамках школьной литературы. Также его отдельные произведения, они перездавались уже позднее. Можно сказать, что сейчас есть некоторый возврат к интересу, так скажем, издателей, к творчеству Гарина Михайловского. Выходит много в рамках детской литературы, тот же «Детство Тёмы» или «Тёма и Жучка» очень часто, рассказ для маленьких. Но вот к удовольствию нашему большому вышло ещё и такие петевые очерки вышли, о которых я говорила. В целом, Гарина Михайловская, библиотека нашего города, наша система есть. Вы можете прийти, взять, почитать. Это не проблема. Главное – это интерес, главное – это желание, и главное – это открытие для себя. Поскольку, опять же, не побоюсь этого слова, вы откроете этого писателя, и это открытие будет очень приятным, ярким, запоминающимся. Ну что же, и в конце нашего разговора попрошу ещё раз проанонсировать наиболее яркие мероприятия, на которых обязательно стоит прийти всем тем, кто хочет познакомиться с этим писателем. И, конечно, я уверена, наверняка есть те, кто знает, любит и читает Гарни Михайловского. Дорогие друзья, я приглашаю всех желающих 9 сентября в Центральную городскую библиотеку Надежды Константиновны Крупской по адресу улицы Маяковского, 19, на открытие документальной выставки «Во все стороны талантливый человек», посвящённый Гарину Михайловскому, поучаствовать, стать слушателями и зрителями нашего круглого стола, посвящённому семье и литературе, поскольку у нас такая тематика, с участием интересных спикеров из разных городов, специалистов, послушать, посмотреть на читку и обсуждение произведения «Детство Тёмы», который также у нас пройдёт. Это будет интересно подросткам, прежде всего, обращая ваше внимание, у нас на разный возраст мероприятия, и, безусловно, поучаствовать в нашем театральном действии, которое мы готовим. Оно будет очень интересное, необычное, очень тёплое, семейное, поскольку мы говорим весь день именно о семье и семейных ценностях. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Город ТЭС», а гостем в студии была Оксана Носыч, методист СМИПС. Спасибо огромное. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо.